Беларусь и Россия дополнительно прорабатывают 7 импортозамещающих проектов. Всего их 25. Общий объём затрат превышает 144 миллиарда российских рублей. Реализация инициатив позволит обеспечить технологический суверенитет союзного государства. Особый упор делается на работу в области станкостроения. Первый беспилотный трактор в Беларуси проходит испытания. Инновационная разработка передана для научных исследований, что будет способствовать повышению качества и эффективности подготовки кадров для аграрно-промышленного комплекса. В приоритете создание программного обеспечения для распознавания движимых и недвижимых объектов при выполнении сельхозработ. В городе обустраивают новую электрозаправку. Подзарядить свои электрокары владельцы смогут на улице Минской. Парковка рассчитана на четыре машиноместа. К слову, в прошлом году в стране насчитывалось почти 8 тысяч единиц зелёного транспорта. В Могилёвской области их около 300. В Бобруйске обновляют дорожную разметку. В этом году объём работ значительно превысит прошлогодний. В планах на 2024 подправить 30 400 квадратных метров. В эти цифры не входит новая разметка, которую нанесут после окончания ремонта городских улиц. 16 апреля в Бобруйске состоится встреча в рамках общереспубликанской акции «Разум с самостатством». Главная цель – рассказать о роли белорусского народа, деятелей культуры и искусства в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, отдать дань памяти тем, кто участвовал в войне и внёс неоценимый вклад в общую победу. По всей стране пройдёт более 33 диалоговых площадок.